В Ленинском городском округе нормы ГТО сдают с 2015 года. За это время через испытания силы воли прошли более 10 тысяч жителей муниципалитета. Это взрослые дети в возрасте от 6 лет. В основном, конечно, школьники, ведь ГТО позволяет повысить вступительный балл в высшее учебное заведение. Однако для большинства участников этот проект – путь к здоровому образу жизни. Люди стали понимать свои силы. Они раньше не знали, а благодаря этим тестам они хотя бы понимают, сколько они должны в их возрасте бегать, как они должны качать пресс. И вообще все эти нормативы, я считаю, комплексно развивают человека. Без этих тестов люди не готовились, не старались. Теперь, поскольку они знают, что тесты сдавать нужно, они заблаговременно начинают готовиться. Кто-то никогда в жизни не бегал, теперь начал бегать, потому что в любом случае ему нужно сдавать. Кто-то бегает на лыжах. Я считаю, что это комплексно укрепляет здоровье и очень полезное мероприятие. С недавних пор количество обязательных дисциплин уменьшилось. Теперь претенденты на заветный значок ГТО проходят 7 испытаний. Сегодня во Дворце Спортовидное порядка 150 участников единого дня сдачи норм ГТО. Сдают силовые дисциплины и челночный бег. Остальные им предстоит пройти в течение года. Вообще все очень классно. Все у меня получилось. Все на золото сдали. Очень все круто. Организаторы, большое привет и большое спасибо, что организуете такие для нас интерактивные соревнования. Сегодня свои значки получили участники прошлого года. Среди них 11-классник Розион Мерко. Несмотря на то, что молодой человек давно занимается баскетболом, испытания им удалось нелегко. Были некоторые нормативы, на которые пришлось попотеть, потрудиться, чтобы их заработать. Некоторые дались чуть легче, некоторые чуть труднее. Но в принципе все реально, все можно выполнить. В этом году в системе тестирования нововведение. Временной отрезок между ступенями сдачи ГТО уменьшился. Все доступные 18 золотых значков можно получить гораздо быстрее. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно этого.